В Тюмени, то есть в рубрике у наших восточных соседей по глобусу, полицейские возбудили такие уголовное дело по 167 УК, повреждение чужого имущества против 44-летнего аборигена, который еще 30 июля расфигачил по пьяни своему корешу черный Лексус и нанес урону более чем на полтора ляма денег. О возбуждении уголовного дела почему-то только вчера отчиталось Тюменское ОМВД на официальном сайте МВД Медиа. Почему дело возбудили через 2,5 месяца после преступления, нам неизвестно. Да так ли это важно? Мы об этом конфликте летом не рассказывали, так что для наших зрителей это будет новость под стать сегодняшней пятницы 13-е. Мой любимый день, мое любимое число. Итак, слушайте. Дело было, как уже отмечалось, 30 июля ночью в доме на улице Митинского, что в жилом комплексе Новопатрушева, накидались два кореша, два старинных друга, по пьяни поругались. И 44-летний гость спустился вниз в тихий дворик на Митинского 4, где у хозяина жилища стоял запаркованный черный бездорожник Лексус РХ350 2019 года выпуска, по нынешним временам в зависимости от пробега стоящий от 5 до 7,5 миллионов в рублях. Ну, в общем, стоящая машина. Обидевшийся гость взял тупой твердый предмет и планомерно, целенаправленно прошелся им по периметру премиум тачки. Разбил Лексусу все стекла, расквасил передок, намял бока, после чего ушел спать. Ну, ночь. Экспертиза насчитала урону более чем на полтора миллиона рублей. Лексус все стекла повыбивал. Мятин. Хозяин подрихтованного Лексуса, который он поставил на учет в ГАИ с блатными номерами 999 за два дня до того, заяву в первый тюменский оп написал в то же утро. Тогда полицейские ответили местным журналистам, дескать, проводим проверку. Спустя 13 дней, 11 августа, журналисты сообщили, что, оказывается, полицейские выяснили личность Лудита, разрушителя машин. Вот тогда-то и всплыла история про совместную накидку и ссору. И вот с тех пор прошло еще два месяца, и полицейские на официальном сайте сообщили, что стеклобой стал таки фигурантом уголовного дела. Ему вменили 167 УК, умышленное повреждение чужого имущества со значительным ущербом, а это в пиковом случае до двух лет зоны. Статья легонькая, потому следствие сочло возможным оставить клиента до суда на свободе, и даже не под подпиской о невыезде, а под обязательством о явке. Кстати, не исключено, что старинные друзья со временем восстановят теплые отношения и дело вообще прекратят за примирением сторон. Продолжение следует...